Предпринимательская инициатива и развитие туристского потенциала Закамского региона. Республиканский форум под таким названием состоялся в Чистополе. Он стал своеобразной площадкой для живого общения представителей власти, научных деятелей, экспертов, представителей бизнес-сообщества и социокультурной сферы Чистополя. Приветствую участников форума на пленарной его части, глава района Дмитрий Иванов отметил, что в последние годы в городе делается много для увеличения турпотока. Именно развитие туризма признано приоритетным вектором социально-экономического роста Чистопольского муниципального района. С задействием развития туризма в туристическом рынке муниципальный район в течение последних нескольких лет выполнил значительный объем работ. В части охраны объектов культурного наследия, благоустройства города, строительства дорог, тротуаров, новых объектов культуры, отдыха, спорта. В прошлом году в Чистополе побывали более 62 тысяч туристов. Город принял 60 теплоходов. Проведено более тысячи экскурсий по историческому центру и музеям города. Но эти цифры реально увеличить в разы, уверена заместитель председателя Госкомитета Татарстана по туризму Гульнара Сафина. Она отметила, что у района огромный туристский потенциал. Прямо видится, каким образом можно сделать здесь Чистополе такую метку, как в свою очередь туристическую, я имею в виду, по протяжению, как Винница в Италии. Потому что все перспективы есть, есть и вода, есть и исторические паники, которым хочется прикасаться и хочется быть. О новых идеях, видениях, концепциях по увеличению привлекательности города для туристов участники продолжили говорить на заседании круглого стола. На нем свои доклады представили научные деятели, эксперты, предприниматели. Форум организован по инициативе главы района Чистопольским и Набережно-Челнинским филиалами Казанского инновационного университета имени Тимирясова при поддержке дирекции по развитию природных территорий и экотуризма фонда Институт развития городов Татарстана. Поэтому среди участников было немало представителей университета, в том числе и студентов этого учебного заведения. На круглом столе были представлены бизнес-планы, которые стали лучшими по итогам проектной сессии, проходившей параллельно форуму. Данный проект подразумевает собой создание комплекса, где будет организован глэмпинг, реакционная зона с фитобочками и зона для занятий йогой. Валерия Заикина и Татьяна Берникова – студентки Набережно-Челнинского филиала Кио. Они разработали проект туристического эколога-оздоровительного комплекса «За гранью обыденного». Он предполагает создание зоны с глэмпингом, фитобочками и местами для занятий йогой, а также мини-фермы с лошадьми. Мы проводили исследование, как развить туризм в различных районах республики Татарстан. И решили остановиться на Чистопольском районе, выбрали, образно сказать, место. И уже идея в дальнейшем с ипотерапией вот с этим комплексом у нас зародилась после того, как мы определились с районом. Изначально мы вообще решили просто придумать ипотерапию, создать комплекс, но потом решили, что в этом месте можно полноценно отдохнуть и уже придумали остальные составляющие нашего проекта. В завершении круглого стола авторов проектов, признанных победителями и призерами, наградили дипломами и денежными призами. Возможно, некоторые из этих бизнес-планов заинтересуют инвесторов, и они возьмутся за их реализацию. Продолжение следует...